На приеме у губернатора Лариса Нижникова. Она рассказывает главе региона о своей беде. Внук родился с патологией слуха. Сейчас ребенку 5 лет, начались серьезные проблемы в развитии. Для того, чтобы предотвратить прогрессирующую глухоту, мальчику необходимо купить слуховой аппарат. Его стоимость колеблется от 30 до 100 тысяч рублей. Для семьи бюджетников это неподъемная сумма. Слуховый аппарат нам выдали через Фонд социального страхования, но он немножко слабоватый для маленького, так как остатки слуха у нас сохранены очень маленькие. Сверхмощный цифровой слуховой аппарат стоит довольно дорогих денег. Слуховой аппарат у ребенка обязательно появится, пообещал губернатор, причем в ближайшее время. Свою просьбу, но уже по видеосвязи, главе региона передает ветеран войны из Киквитинского района. В силу возраста Илья Моисеевич Скороходов не может передвигаться самостоятельно и просит помощи в приобретении инвалидной коляски с электроприводом. Данный вопрос также решится положительно, заверил Анатолий Бравко. А это уже жительница Еландского района. Шесть из восьми детей Ирины Новиковой 1 сентября идут в школу. Денег катастрофически не хватает на констовары и теплую одежду. Зима и зимняя одежда, все очень дорого, и вот не хватает у нас с мужем средств. Я думаю, в районе 40-50 тысяч мы найдем для того, чтобы обуть, одеть детей и собрать их в школу. Констовары на весь учебный год получил на приеме и Олег Хурлаев из Клецкого района. Мужчина в одиночку воспитывает 11 детей. В начале 2010-го, после обращения в общественную приемную Путина, семье Хурлаевых подарили автомобиль «Газель». Теперь помогли собрать ребят к школе. Оказывать поддержку многодетным семьям и ветеранам войны – первоочередная задача властей, говорит губернатор Анатолий Бравко. Конечно, не все вопросы можно решить в односчастье, но эти проблемы, что требуют большего времени, не будут отложены в долгий ящик. Несколько вопросов было по газификации. Наша обязанность – помочь до начала топительного сезона, а не весной следующего года, когда уже будет тепло и весна.